Всем привет! Сегодня мы покажем вам, как самостоятельно изготовить паучатник. Мы делаем паучатник размером 20 на 25, высоту 25, глубина и ширина 20 сантиметров. Мы уже склеили короб, основу. Здесь ничего хитрого нет. Единственное, что здесь нужно учитывать, что немножко должно выступать на ширину стенки. У нас стекло 4 мм, соответственно, вот здесь верхняя такая планочка. Ее еще мы не приклеивали. В принципе, эту планку можно было бы сделать в саму понахлест, но мы так и решили делать, потому что у нас стекло мы заказывали, стекло идет с обработкой, а маленькие кусочки не обрабатываются. Ну, на станке. Вот, здесь видно, в принципе, что здесь вот такой ровный. Лучше, чем вот такой, не обработанный. Ну, в смысле, зачищенный такой, чтобы не порезаться, но не обработанный. Поэтому мы решили, что верхняя крышка будет чуть нахлест, чтобы закрывать вот этот вот стекло. Да, и почему мы решили стекло не самостоятельно резать, а заказывать? Потому что лишнего стекла у нас не было. И хорошего, качественного, без царапин. В любом случае, надо было покупать. Самому вот такие вот... Нереально. Самому нереально. Это на станке делается. Стоит тоже недорого. Стоит это 25 рублей метр, по-моему. Погонный метр, да. Погонный метр, да. Около 5 погонных метров. Вот. Но они берут, вот так вот зачищая стекло, от 10 сантиметров. Ну, наши, по крайней мере, вестера. Ну, и учитывая небольшой размер всех деталей, получается, что он обошелся не очень дорого, так как чем меньше размер деталей, тем, по сути дела, выгоднее заказывать. Потому что при расчете стоимости, при раскройке стекла считается всегда за квадратный метр, даже если наделать очень много маленьких планочек, любые, значит... Правда, не все согласятся вам делать такие маленькие детальки, но наши вот согласились, и поэтому мы решили, что раз халявного никакого стекла нет, смысл покупать новое стекло, чтобы его самим резать, некрасиво обтачивать, вот таким вот только образом, да. Когда можно заказать, в принципе, не так уж и дорого. У нас вот, у нас есть чек, да, чек стекольщиков. Там видно? О, хорошо, не знаю. Вот. Мы заказали 12 деталей, тут еще к этому пучатнику мы заказывали две дверки себе. Дверки примерно по размеру, как вот боковые стенки. Все вместе получилось 440 рублей, наши дверки, ну, стоили где-то 120. То есть, в принципе, стекло на этот пучатник с обработкой, да, вышло на 320 рублей. Вот. Но мы замерим все, весь расход, чтобы сосчитать примерную стоимость с заказом, без заказа, и сравним суть этого всего процесса, есть ли в этом смысл, и в каком случае лучше делать пучатник самому. Сеточка вот у нас вырезана. Обратите внимание, что нижнюю вентиляцию мы не делали для этого пучатника. Она здесь просто-напросто не нужна. Но даже если бы мы решили, если бы нужно было сделать нижнюю вентиляцию, мы бы, конечно, не стали бы заморачиваться с сеткой, как это делается часто с такими вот двойными вот нижними передними стенками, с такими вырезами, с сеткой, которая идет уже в горизонтальной плоскости, лежа. Мы бы просто просверлили бы несколько отверстий в нижней передней стенке. О том, как это делается, у нас снято отдельное видео. Вы можете вот здесь посмотреть. Это делается элементарно, очень просто и уж точно гораздо легче, чем нижняя сетчатая вентиляция. Да, и пауку этого достаточно. Плюс можно сделать разное отверстие разного размера, то есть подогнать под то, что вам необходимо. Что касается, кстати говоря, сетки. Сетку мы берем очень мелкую. Это 0,4 на 0,4 мм. Сетку мы заказывали. И еще у нас будут некоторые детали. Алюминиевый профиль. У нас, да. Для крепления вот этой сетки. Для крепления сетки, чтобы было красиво, мы будем крепить алюминиевым профилем. Вот такими уголками. Это не пластик. Это в магазине с мебельной фурнитурой. Значит, в наличии такого маленького профиля, да, то есть где-то там 5 на 5 мм его не было. То есть пришлось немножко повозиться и ножовкой по металлу изготовить его самостоятельно из более широкого профиля. Но зато получилось идеально. Но можно найти где-то, особенно если вы в Питере, в Москве живете. И будет у нас очень декоративно и функционально. То есть он будет держать, закрывать силикон, который клеит сетку к стеклу. И это будет более надежно и более аккуратно. Когда мы склеивали основу паучатника, мы везде использовали малярную ленту. Но мы еще будем клеить элементы. Это будет видно, каким образом это работает для ровных швов, для получения хороших, красивых швов. Уж точно не хуже, чем в магазинных террариумах исполнение выходит. Сейчас мы будем наносить силикон прямо на старец. Кстати, почему сетка у нас такая мелкая, 0,4 мм, 0,4 мм? Есть же пауки, которые грызут сетками, да, своими хелицерами. Такое бывает, хоть и вообще не часто на самом деле, но бывает. Просто она настолько мелкая, что мне кажется, мы решили, что даже при желании у него не получится просто вставить в отверстие, да, вот эти все четыре, свои хелицеры. И, соответственно, у него просто даже не получится физически выгрызть эту сетку. Даже если бы он был к этому склонен. В общем, сетку мы немножко загнули вот здесь вот, чтобы она прилегала к торцу стекла. Поэтому сделали уголок, чтобы она лучше клеилась. Ну, потому что, как иначе его приклеить? Ну, так вот приклеим. И уголком. Значит, сейчас мы просто кладем ее сверху, правильно? Да. Ты доверяешь мне? Конечно. Дело в том, что от стекла-то легко можно убрать, если не размазанный, да, такой кусочек силикона. Сетки силикон уже не убрать ничем. А сетки, да, это все, это конец. Поэтому я думаю, что мы сделаем следующим образом. Ну, все, вот так вот мы заклеили сетку от случайных проникновений с силиконом. Теперь можно смело ее клеить. Не боясь, что потронишься. Ну, вот так вот, допустим, раз, и тут силикон, и все. Вот. Вот. Все равно мне страшно, но я буду стараться. Не, все нормально. Кладется. Да, не так страшно, как кажется. Сразу же мы будем крепить уголок наш. Мы его обезжириваем. Это же как стекло перед тем, как клеить. Сетку. Все это. Обезжириваем и наносим немножко силикона. Чуть-чуть. Обезжириваем его самым простым. Можно спиртом обезжирить, если у вас есть спирт. У меня есть средство вот, оконное, со спиртом. Этого достаточно. Силикона чуть-чуть, чтобы он не вылезал слишком сильно, чтобы у нас ничего не было такого избытка. Я думаю, что я его что-то так приверну. По центру сетка немножко изначально провисала. Но мы ее чуть-чуть пальцем поднимаем. И сейчас оно закрепится, когда у нас будет уголок. Итак, мы его накладываем. И прижимаем. Таким образом у нас получается сетка между стеклом и уголком. Что нам дает очень качественное и прочное. И прочное, да. То есть он будет очень хорошо держаться. Да, хорошо я нанесла силикона. И достаточно, и он не вылазит. Прям замечательно. Мне нравится. Потому что обычно с этим у самодельных террариумов и да. Именно вот эта проблема. Обычно она вылезает в наклейку маленьких тоненьких стеклышек сверху. Это все вот это одно на другое, на третье. Все клеится сверху, сверху. И все это будет очень... Ну, не знаю, мне не нравится. Вот самодельный террариумов мне не устраивало. А вот мы, в принципе, придумали систему как с вентиляцией. По крайней мере, в таких простых террарах. Большинство людей считают, что... Это, конечно, не для змеи. ...что раз они делают сами, то они могут делать это кое-как. И чтобы это непонятно как выглядело вообще. Ну да, типа... Ну, в принципе, когда для себя делаешь, может тебе уже и все равно. Главное... Бывает же, не хватает террариумов. Надо срочно кого-то пересадить. Уже ни до чего. Главное, чтобы были... Но это если кто-то разводит пауков, и у них сотнями они живут, тогда это, может быть, еще и имеет право существование, такой подход. А если парочка пауков живет, то... Я уродский террариум, это как-то, конечно, странно. Вот. И последняя сейчас деталька, да, и будет у нас прямо все такое фирменное. Будет прям круто. А ведь только так и нужно. Ну да. У нас получается здесь сколько миллиметров? Семь, да? Ты говорил? Семь. Семь на пять. Ну да, даже скорее на четыре вышло. Семь на четыре миллиметра. Ну, был бы он сантиметр на сантиметр. Только что... Только что... На стекло было бы много, да? Мы сделали вот именно... Вот, мы сделали четыре миллиметра на стекло. Как раз закрывать швы. Потому что стекло ровно четыре миллиметра. Пока силикон не засох, нужно выровнять вот эти стыки угловые. Потому что угловой стык, это даже для тех, кто работал с плинтусом, просто при ремонте комнаты, знает, что это дело не самое простое. Так, сейчас мы убираем снизу. Перевернули эту тарелку, убираем снизу. Убираем снизу. Убираем ленту. Она очень хорошо отклеивается. Без проблем. Легче, чем от стекла. И вот она с остатками силикона лишнего, который замазал бы сетку. Да. Очень хорошо. Правильно, что мы ее наклеили. Так, теперь мне хочется посмотреть на то, как у нас стетка посередине. Ну да, она больше не хочет провисать. Она прямо стала, мы ее выровняли. Я хочу приклеить малярную ленту. Таким образом, чтобы она немного снимала. Вот так вот. Теперь нам нужно приклеить переднюю стенку. Вот так. Тоже мы будем использовать малярную ленту. Ни один террариум, даже самый маленький, в один присест. В один день никогда не сделаешь. В любом случае. Он клеится основа отдельно, сетка, там вентиляционная отдельно. Большой террариум вообще он клеим. Много дней подряд. Потому что сутки ждем, когда силикон высох. И дальше можно работать, мерить, там что-то шевелить. Вчера мы еще сделали дверку. Дверку сделала. Здесь были силиконы, мы тоже его уже убрали. Мы померили дверку, как она входит. У нас главное, чтобы это расстояние было чуть-чуть больше, чем нижняя планка. То есть чуть больше, чем вот эта. Хотя бы на миллиметр. Хотя бы на миллиметр, чтобы мы могли сделать. У нас два миллиметра с запасом. Чтобы мы могли поднять, да, вот так поднять и вытащить. Вот. Это самый простой способ сделать дверку в террариуме, когда она вынимающаяся. Самый простой. По низу миллиметр два мы отступаем, по бокам где-то миллиметров шесть. Вот так вот. Значит, силикон будет наноситься вот сюда, сюда и на торец. Ну, вот это та часть, которая самая обычная. Склейка. Склейка. Всем понятная. Думаю, уже все видят, как это делается миллион раз. И многие даже делали. Ничего тут сложного нет. Все довольно простое. Силикон – хорошая вещь. Классно клеится. Очень, очень, очень легко работать. Действительно легко. Так, мой, альфийский скотч, жога, не хочет. Альфийский скотч не хочет. Альфийский скотч не хочет. Альфийский скотч не хочет клеиться. Прижимаем. Ой, я сверху буду наклеить малярную ленту. Не часто. Ну, как сказать. Страшно. Аж жуть. И здесь оно не клеивается. Так, пока мы сразу сырой силикон убираем вот таким образом на торец, как бы, чтобы не делать никаких... Когда стекло обработанное, там всегда в эту вот снятую фаску как раз заходит силикон лишний, дополнительно скрепляя конструкцию. Вот таким образом снимаем. Вот таким образом снимаем. Так, и снимаем силикон. Ой, думаю, я одну ленту теперь снимаю. Вот поверх, по передней стенке, вверх, мне очень хорошо видно, как силикон лег ровно. Идеально не шоу. Верхние крышки забыли приклеить. Ну, ничего, я размазала и... Более широкий получился. Я все равно немножко уберу, потом лезвием вот. Чуть-чуть-чуть. Это будет легко. Локально всегда можно убрать лезвием. Вот весь уже... А если везде, да, это уже все, конечно. Замучаешься просто. Так, теперь что мы будем делать? Отверстиклеить? Примерять. Примерять ты ее уже примерила. Пока у нас есть возможность по-разному приклеить верхнюю планочку. Но главное, чтобы она была, ее верхний край выше нижнего края передней стенки. Это обязательно. Здесь у нас малярная лента выступает не только как защита от силиконовых пятен, лишнего силикона, вылезшего на края, а также как ограничитель, чтобы приклеить ровно по линейке, а не как-нибудь по диагонали. Все, теперь наносим клей. Приклеиваем. Теперь главное плотно прижать. Плотно и ровно. Максимально сено. Можно здесь даже сделать вот так. С этой стороны приклеиваем. Теперь снова поднимаем. Вот так. И здесь лишний силикон у нас вот тут. Дверка должна высохнуть так же, как и сам получатник. В общем, опять сушим его. Да, все. Завтра покажем, что получилось. Вот прошли еще сутки, и у нас все высохло и готово. Вот наша дверка получилась. Мы еще сделали ручку. Это не обязательно, но кому как удобнее. Вот. Нас попросили, чтобы мы ручку сделали. Ну, с ручкой, конечно, удобнее. Что, что вы говорите. Вот дверка. Таким образом, она оставляется, вынимается. Можно не делать бы в ручку, да. Кто-то вообще оставляет без всяких ручек. Можно стеклышко прилепить вместо ручки, чтобы дешевле было. Вот. Можно вот так вот работать. Ну, раз уж мы сделали ручку, мы решили ее закрепить надежно. Да, мы просверлили, да, отверстие, то есть винтиком прикрепили. Потому что дверца довольно тяжелая. Она получила сколько там грамм? 350, по-моему. Ну, да. Что такое 350 грамм, мы там мерили, спорили между собой. Можно ли на силикон прилепить ручку. В итоге решили, что все-таки лучше закрепить ее по-человечески, соответственно, просверлили дыры. Учитывая, что это совершенно не составляет никакого труда, вот опять-таки смотрите видео про сверление стекла. Да, да, да. Там можно посмотреть. Если вы боитесь, в принципе, просверлить несложно. Единственное, что вам потребуется дрель, да, и сверло по стеклу. То есть его покупать надо отдельно. Вот. Просверлить несложно. Но если не хотите заморачиваться, можно также там же, где вы будете заказывать стекло, если вы будете его заказывать, да, чтобы вам нарезали. Там же можно попросить, чтобы вам они одно отверстие просверлили. Вот. Это будет стоить рублей 30, я так понимаю. По-моему, так у них. Ну, одна дырка 30 рублей, да. Вот. Если вы, конечно, захотите делать нижнюю вентиляцию, да, там просверлить дырочки, или вместо сетки сзади просверлить дырки. Кстати, это хороший вариант, в принципе. Если паук у вас будет крупный, и кормовый объект у него уже довольно большой, то, в принципе, какую-нибудь 5-миллиметровую дырку, это вот, ну, для него достаточно. Можно вообще не делать сетку, просверлить эти дырки, и тогда у вас вообще паучатники смогут вставать друг на друга. Потому что будет сверху гладкое стекло ровное, соответственно, можно будет прям пирамидку ставить, тоже удобно. И у нас есть с дырками сверленной вентиляцией в мулюскариях, отлично работает всё. То есть здесь, ну, буквально здесь, я не знаю, я думаю, тут 4 дырочек достаточно было бы. Но в любом случае такая вентиляция из отверстий в стекле вам при заказе этих отверстий обойдётся довольно дорого. Ну, по 30 рублей за отверстие. Дешевле научиться самому. Самому сверлить, да, будет дешевле намного, потому что даже 4 минимума на 20, да, сантиметров отверстий, а лучше всё-таки, наверное, 5, чтобы они, если они небольшие, то всё-таки 5 бы, я бы взяла 5, по 5 миллиметров, допустим. Или 4 даже миллиметра, но 5. Это будет уже 150 рублей с одной стороны, с другой. А если ещё и вместо сетки, так там вообще разоришься. Ну, как бы да. Значит так, по цене, что у нас получилось в итоге? Это очень важный момент. Силикона мы истратили вот до сих пор. Тут не стало рисовать, там всё ровно по вот эту. Мы померили в сантиметрах, и это получилось примерно 10% от упаковки. Соответственно, с одной упаковки силикона вы сможете склеить около 10 террариумов такого размера. Напоминаю, 20 на 20 на 25. Если террариумов будет больше, конечно, там силикона уйдёт больше. А если, например, паучатник 30 на 30, я думаю, что таких штук 5 выйдет, наверное, с упаковки. Вряд ли больше получится. Вот. Это надо учитывать. Итак, по ценам. Я хочу табличку какую-то сводную сделать. Вот здесь вот. Видно будет. Значит так, по цене 320 рублей стекло вместе с обработкой. А обработка где, сколько получилось погонных метров? 5-6, не помню. Около 5. Около 5 это значит 125 рублей. 25 рублей за метр тут. 125 рублей это чисто только обработка. И, соответственно, стекло без обработки почти 200 рублей. Это только стекло. Ну, давайте про силикон сразу понятно. Тут 45 рублей ровно. Это силикон. Дальше. Сетка. Итак, я даже нарыла тут некоторые вещи. Вот сетка. Мы заказывали её в Питере. Вот это вот 0,4 на 0,4 миллиметра. Это очень такая маленькая мелкая сетка. 1320. Плюс 600 рублей доставка получилась. Тут отдельными у них 200 за одно, 400 за другое. 600 рублей. То есть мы заказывали 3 сетки. И получается, что тут плюс 200 рублей к каждому. Это доставка. Вот. Соответственно, большой кусок сетки, метр, да, квадратный. Это 1500 рублей. 1500, а у нас ушёл кусочек 10 на 20 сантиметров. Это где-то 35 рублей. Ну, вот именно наше. Что хотелось бы сказать. Если, конечно, вам не нужно... То есть с квадратного метра сетки можно сделать 40 таких получатников. Вот. Но если вам 40-то вряд ли надо будет делать. Можно заказать... Вот я сегодня посмотрела специально на Алиэкспрессе. Там есть кусочек, кусочками сетка 10 на 20. Вот прям как в наш полюдарём, да? Ой, полюдарём, говорю. В наш получатник. Вот ровно такая 10 на 20 сантиметров сетка. Там она стоит 70 рублей. Да, она дороже, чем наш кусочек, да? Но мы брали... Покупали весь. То есть это в любом случае. Вот. Соответственно, можно купить маленький кусочек. Например, 10, да? Вы хотите сделать 10 таких получатников. Можно купить 10 кусочков этой сетки. И будет 700 рублей. Это всё равно дешевле, чем покупать квадратный метр сетки. Вот. Это надо вот как бы решить. У нас довольно выгодная получилась такая вот ручка. Она стоит 32 рубля. Вот. Можно её не делать. Можно сделать стеклянную. Как угодно. Если бы вы ещё сверлили на заказ, то это ещё плюс 30 рублей, да? В обработку пришёл. И профиль. Алюминиевый профиль. Профиль. Это вот этот уголок. У нас он... Мы его сделали сами, я уже говорила. И у нас ушёл ровно кусочек профиля, который 16 сантиметров. Он стоит 65 рублей. Конечно, вы можете найти дешевле или больше именно уголок, да? Ну, правда, он идеально получился по размеру, но можно, в принципе, какие-то другие варианты рассматривать. Итак, что хочется сказать. У нас получилось полностью всё заказы, кроме, да? Кроме дырки, которую мы с вами сверлили. У нас получилось всё вместе, все расходы 497 рублей. За этот получатник. Как можно было его удешевить? Убрать обработку. Да? Тогда просто заказать стекло, но убрать обработку. Тогда минус 125. Можно было бы ограничиться, сколько это будет? 372 рубля. Это уже приятнее звучит, правда? Ведь чуть меньше 400 рублей. При этом, в принципе, ничего с вами не делать, не париться. Заказать стекло, только что зашлифовать его немножко. Но это, я думаю, любой справится с этим. Дополнительное время потребуется. Ну, время, да, время потребуется. Ну, время на всё требуется. Так что, я думаю, в этом есть смысл. В принципе, не брать обработку и удешевить это изделие. Сделать его 370 рублей, это вполне вообще. Вот. Если у вас есть своё стекло, и вы его сами будете резать, то, соответственно, это вам выйдет вообще довольно дёшево. У вас вычтется полностью всё вот это вот стекло. 320 рублей. То есть, у вас только на всё остальное уйдёт. И это будет, сколько это будет, 150, ой, 170, да, 177 рублей. То есть, со своим стеклом это будет 177 рублей. А если ещё и ручку не делать? Если ручку не делать, вообще можно 150 рублей, и вот, у вас террариум готов. То есть, в принципе, со своим халявным каким-нибудь стеклом, который у вас есть, вы можете сделать такой получатник за 170... 150. Да. 150 это... Без ручки. Без ручки. Без ручки за 150 рублей. С ручкой из стекла. Да. Из своего же. С стекла с ручкой приклеить, и будет 150 рублей, и шикарный получатник. В принципе, самое дорого всё равно это стекло здесь. Поэтому, если есть своё, конечно, нужно делать самому. А если у вас нет своего стекла, и вы не хотите, там, не умеете обрабатывать его, не хотите зачищать, и вообще париться, и не хотите там сверлить дырку, то вам получится почти 500 рублей этот получатник. И, соответственно... Больше 500, потому что сетку тоже надо будет заказать за 70 рублей. За 70, да. Плюс 30, плюс 35. Ещё дороже. Поэтому вообще нет смысла париться, а найти в каком-нибудь месте рублей за 600-700, такие получатники можно купить. Ну, 600. Они будут сделаны, мне кажется, менее симпатичные. Ну, может быть, чуть-чуть похуже, чем наш, но в целом нормальные получатники по 700 рублей вот такого размера на 25 в высоту можно найти, и тогда нет смысла париться. А если есть своё стекло, желание, время свободное, желание что-то поделать, то можно очень выгодно это всё створить. Вот такие выводы. Спасибо вам всем за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Да, подписывайтесь на наш канал. Творите, делайте террариумы своими руками. Или покупайте выгодно. В любом случае, удачи вам. Да, всем нам, террариумистам. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...